Всем большой привет! Меня зовут Настя Зи, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу просто с вами поболтать. Поговорим о последних новостях, что у нас новенького. Одна из главных новостей. Мы сейчас отучаем близнецов от ГВ. Да, время пришло. Им сейчас год и два месяца, я их продолжаю кормить. Мы без смеси, вот чисто на грудном скармливании и общий стол у них. Со старшим сыном, конечно, было отлучение намного проще. Я просто оставляла его с супругом, он его укладывал, и так буквально за 2-3 ночи мы и отучили его от ночных кормлений, а затем уже и от дневных кормлений было намного проще уйти. Что мы сейчас сделали? Так как у нас стояло две кроватки в нашей комнате, мы их разделили, получается, одна осталась, а одну кроватку мы перенесли в детскую комнату. Я сплю с одним ребенком, а мой супруг спит со вторым. Мы с старшим сыном совершили одну из ошибок, то есть, во-первых, он был постоянно у нас на совместном сне. Иногда он до сих пор к нам приходит, поэтому, чтобы не совершать такую же ошибку, мы стараемся проливать сон в их кроватках. Такой момент, что они у нас засыпают самостоятельно, то есть, я их приучила засыпать самих все-таки. У меня уже был опыт с рождения до 6 месяцев, они у меня засыпали только на груди. Это было по очереди, это было очень долго и очень нервно для меня, потому что нужно было аккуратно его переложить, второго взять покормить, чтобы тот не кряхтел. Сон у них был еще такой чуткий. И потом я приняла решение, что нет, все, я буду уходить от засыпания на груди к самостоятельному засыпанию. Я прошла курс от фабрики грез, оставлю на них ссылку, это не реклама, моя рекомендация. Я сама платно проходила этот курс. И почему именно я пошла на фабрику грез? Потому что там создательница этого курса, мамы, и они с двойней. Плюс ко всему, у них еще есть старший ребенок, и получается у них, ну они мою ситуацию понимали на все 100%, и поэтому я пошла к ним, потому что есть еще такие моменты, например, с двойней, что нам нужно было покупать срочно вторую кроватку, так как совместный сон уже был не для них. И они знают, как нужно правильно там подкачать или помочь малышу заснуть, чтобы второго не разбудить. Или наоборот, мы приучали, чтобы когда один плачет, второй не просыпался, и по его плачу, и продолжал спать. Но на майске им было 8 месяцев. Мы поехали в Москву, мы есть у крови в гости, и они у нас там заболели острым бронхитом. Во-первых, там они спали со мной. Они снова начали засыпать на груди. Во-первых, они спали со мной, потому что там была небезопасная среда для сна. Это был диван раскладной. То есть я шла вместе с ними и ложилась спать, чтобы контролировать, чтобы никто никуда не укатился, не упал. Во-вторых, мы заболели острым бронхитом и пролежали в больнице. И уже по приезду домой в Петербург я их приучила засыпать одновременно на груди. Это было вот так вот. То есть я вставлю кадры. Двоих детей вот так держала, и они у меня ели. И так продолжалось, пока у меня не появился дискомфорт, потому что прикладывание уже было не таким правильным, как хотелось бы, и у меня очень сильно начала болеть грудь. Поэтому я вновь решила их приучать к самозасыпанию. Ну, благо я уже прошла курс, я уже знала, какие шаги нужно делать, какие методы есть для того, чтобы они засыпали. И я вспомнила, так как они уже подросли, какие рекомендации девушки давали другим мамам, у которых дети были постарше. То есть я их клала в кроватки, естественно, они уже вставали на четыреньки, на ножки, и просто я вот так вот монотонно постукивала по их кровати. Тем самым, они знали, что вот этот жест, ну что нужно лечь на кроватку. Постукивала либо по кровати, либо по попке похлопывала слегка, и они засыпали. Потом я уже просто их... Я включала белый шум, их клала в кровати и уходила. Они, конечно же, плакали и до сих пор плачут, но это буквально одну-две минуты. И вообще у них не истерический плач, а такой большой убаюкивающий, и они под него засыпают. То есть они сами себя укачивают. И буквально недели две назад мы, наверное, убрали белый шум, и они уже просто... Мы их кладем в кроватки, и они уже сами у нас засыпают. Что он дневной сын, вот как сейчас, что он ночной. И поэтому, когда они просыпаются ночью, я им предлагала до этого грудь, чтобы продлить им сон. Сейчас мы также их укладываем, как делали раньше, похлопываем по кровати, либо по попке. Вот, и они прекрасно засыпают и продливают себе сон. Есть маленький нюанс, что у нас Мироша очень привязан ко мне, и ему сложно самому засыпать. И приходится... Точнее, я не удерживаю, беру его к себе в кровать, и со мной он быстро засыпает, все равно он чувствует запах молока. И рядышком со мной спит. Но мне бы не хотелось, потому что это снова... Я буду наступать на те же грабли, как и со старшим сыном. В совместном сне таком тоже есть свои минусы. Во-первых, это границы ребенка и взрослого. А во-вторых, это дискомфорт во сне. Все равно у нас кровать не два метра, и как бы... Двое взрослых, трое детей, это довольно-таки... Вообще мало места остается для хорошего, комфортного сна. Вот такая у нас история от отучения ночного кормления на ГВ. И потихонечку, когда уже отучим от ночных, я уже буду завершать дневные. Тоже потом с вами подробно поделюсь. Пока вот такой вот переходный момент. Но если вы решаетесь, не знаете, с чего начать, может быть, мой пример будет для вас как первым шагом. Либо для самостоятельного засыпания, либо отлучения от ГВ. Следующая новость. Я не помню, говорила или нет, но Мироша мне порвал мой паспорт. И я вот буквально сегодня подала новое заявление на восстановление паспорта. Мне еще предстоит уплатить штраф. Поэтому пока я сделала первый шаг, что я вообще подала заявление, потому что я уже хожу недели три с, грубо говоря, недействительным паспортом. У меня некуда деваться. То Ромы не было, то вот мне нужно было сфотографироваться электронной фотографией, прикрепить. Я это вчера сделала. Поэтому жду сейчас ответа и буду делать свои дальнейшие шаги к новому паспорту. Также буквально в пятницу я проходила медосмотр. Мне, во-первых, для работы нужно было, во-вторых, это, грубо говоря, как диспенсеризация, прохождение всех врачей. Вот. И, знаете, я уже не удивлена. Каждый мой поход какому-то специалисту открывает у меня все новые болячки. В этот раз я проходила к гинекологу, и она сказала, что у меня есть опущение мышц тазового дна. Но вообще это нормально. Даже не у беременных девушек или не рожавших может быть такое просто строение, такое, и им нужно укреплять именно мышцы тазового дна. В принципе, все у нас держится на мышцах. И понятное дело, что у меня и маленький срок между беременностью, и многоплотная беременность все дает о себе знать. Поэтому мне нужно, во-первых, делать упражнение кегеля. А во-вторых, чтобы это все было эффективно и в комплексе. Мне порекомендовали, есть такие гантели. Вот, получается, их вставляешь вагинально, и мышцы должны как бы срабатывать и удерживать там этот груз. Вот, я сейчас в поиске таких. Как я найду, то я обязательно вам покажу, расскажу. И, скорее всего, наверное, спустя какое-то время тоже вам дам свою рекомендацию. Потому что девочки у меня задавали вопросы по поводу акушерского писария. Как оказалось, про него мало информации. Но я еще раз повторюсь. Во-первых, они бывают разного размера и разной формы. Нужно уточнять у врача, который вам выписывает постановку акушерского писария. А во-вторых, его не купить в обычной аптеке. Точнее, я не смогла найти в обычной аптеке. Я, наверное, в тот день зашла 3 или 4 аптеки. И мне сказали, что нет. Это как бы считается специальным приспособлением, которое покупается, грубо говоря, как в ортопедических салонах. Но я нашла на Азон и на Валберис. Заказала и там, и там. И что быстрее прошло, я его забрала. Вот, по-моему, это была фирма у меня Симурк. Я оставлю вам ссылку на влог, где мне его ставили. Можно там зайти посмотреть подробнее мои эмоции. Вот, установка, конечно, не болезненная, ничего. Немножечко неприятно. Конечно, вам инородное тело внедряет вас. Вот, самое неприятное было, когда опрыскали антисептиком. Он так пощипывал, а так, в основном, то, что его ставили, просто было давление напрямую кишку. Где-то, наверное, 2-3 дня. А потом привыкаешь, и вообще я его не чувствовала до самого снятия. Я даже особо это и не почувствовала, как мне его сняли. Потому что у меня, во-первых, отошли в воду, у меня начались схватки. Вот, и мне его предлагали, конечно, с собой забрать. Я говорю, зачем он мне не нужен. Вот, во-первых, там, получается, у меня был второй тип, так как я второродящая. И там разные, разные, видно, ну, как сказать, силикон утягивающий. Ну, не знаю, не буду подаваться в подробности. В общем, он мне бы так и так и не подошел, а кому-то давать есть что-то, средство личной гигиены. И, ну, в общем, его выбросили. Я даже не заметила, как его сняли. Поэтому, если вам предстоит установка писария, не переживайте, девочки, все нормально, спокойно. Это, мне кажется, лучше, чем вам бы зашивали шейку матки. Потому что в основном используют зашивание, чем писарий. Но это уже на усмотрение, там, вашего врача. Может быть, вам и потребуется зашивание, ушивание. Не знаю, как правильно. Поэтому, да, не бойтесь, это не больно ставить. И вы даже не почувствуете, как вы будете с ним ходить. Это все я веду к тому, что я хочу попробовать вот эти вот грузки, утяжелители. И посмотреть, есть ли разница. Потом обязательно еще сложу к врачу, чтобы она проверила, видна ли разница в подкачке мышц. Вообще, я знаю, что это полезно для профилактики. Такие бывают недержания мочи, потому что тоже опущение мышц. И классно, если вы делаете упражнение Гегеля. Но если это будет совместно, то это будет еще лучше. Вот, поэтому я потом с вами поделюсь. У меня ухудшилось зрение, стало минус два после родов. Пишите, девочки, в комментариях, ухудшилось ли у вас зрение. Или посыпали зубы. Да, волосы у меня выпадали. Там буквально 3-4 месяца, и все перестали. По поводу варикоза моего. У меня странно улучшится он. Мне вообще порекомендовали делать растяжку. Я ее начала делать. Не знаю, прошел он или нет, но у меня перестала болеть нога. Конечно же, чулки у меня компрессионные лежат на всякий случай. Посмотрим, будет дальше вести. И я думаю, сходить повторно к хирургу. И чтобы он посмотрел, улучшилось у меня это вены или нет. И нужно ли мне пить венотоники. Потому что они запрещены при ГВ. Как раз сейчас буду завершать и схожу провериться. Если все не улучшилось, то попробую пропить венотоники. Если нет, то придется идти на лазерную операцию. Там будут разбивать этот канал. И чтобы кровь качалась по венам лучше. Еще из новостей. Мы закупились билетами на различные мероприятия. Например, в эту субботу мы с Эдди идем на спектакль. Маша и Медведь. Там какая-то улучшенная постановка. Вот сходим, посмотрим. Потом вам дам свои отзывы. С Ромой мы идем на симфонический оркестр. Они будут играть музыку из кинофильмов. Я уже один раз была. Но он был такой более камерный. Сейчас в чуть-чуть побольше зале. Рома еще не был в таком. Но я уже в предвкушении. Потому что я точно знаю, что было точно здорово. И 1 декабря мы с нашими друзьями идем на Павла Волю. Также у нас в планах сходить в цирк на фонтанке. И еще я хочу посмотреть какую-нибудь елку. Сходить с Федей. Вообще, мы думаем, нужно как-то нам организовать новогодние праздники. Потому что не хочется просидеть за городом у родителей. Или здесь в городе. Просто так ничего не делаю. Поэтому подумаем, посмотрим. Может быть, на какие-то мероприятия тоже сходим. И к теме здоровья я сейчас решила заняться своими зубами. Потому что, когда я ходила на очистку, мне там посмотрели. Ой, мне, наверное, лечить зубов 6. Замена пломбы. У меня там еще откололся зуб. Нужно тоже будет его реставрировать. В общем, целый набор всякого бякова. Но зубами нужно заниматься, чтобы не довести до флюса. Или, не дай бог, там ставить какую-то коронку или имплант. Мне и так это предстоит делать. Но я не в силах была повлиять на вот эти передние свои зубы. На маляры. Их нужно лечить. Девочки, пишите в комментариях, как вам формат такого видео. Не влогового, а просто поболтать с вами. Если вам понравилось, то я буду снимать, наверное, раз в месяц или раз в два месяца такие небольшие видео. Просто рассказать, как у нас происходят дела. Потому что во влоге иногда я забываю. И не успеваю ничего записать. А сейчас пойдемте я вам покажу, как спят наши мальчишки. Я думаю, что вам интересно посмотреть на наш эксперимент. Всем до скорых встреч. Пока-пока.